ел снова на связи вещает кухня с вами по-прежнему евгений семенюк сейчас юрий барсаков расскажет нам о том как можно ускорить регрессионные тесты но перед этим хочу напомнить что за лучший вопрос у нас появляется подарок поэтому не стесняемся и задаем вопросы в чат по мере доклада либо после него ну и также лайкаем понравившиеся вопросы либо если важно про вопрос уже был продублирован не забываем чекать наш телеграм-чат ссылка на него будет в секции и передаю слово юрию спасибо евгений скажите пожалуйста ли моя презентация видно ли меня слышно ли хорошо все видно слышно супер ребята тогда давайте начинать я еще раз приветствую вас на нашей кухне и сегодня мы с вами поговорим о том как же можно ускорить тысячу юальных тестов дело не будет идти какой-то конкретной либо абстрактной тысячи просто большом количестве юных тест давайте немножко познакомимся меня зовут юра барсуков я лид тест автомашин инженер мой общий опыт войти порядка 11 лет из них пять лет я работаю в пам более трех лет вовлечен во всевозможные менторинговые активности порядка года исполняю роль тимлида на нашем продакшн проекте более двух лет уже занимаюсь ресурсным менеджментом помогаю развивать наших инженеров в компании вот ну и веду своего музыкального прошлого свободное от работы время музицируем игра на гитаре вот и пою песни в кругу близких мне людей здесь вы можете видеть нашу агенту на сегодня достаточно интересная тема с вами смотрим и как уже один из моих предыдущих наших предыдущих докладчиков андрей волнянка рассказал что каждый уважающий себя тестировщик начинает свой доклад с повествования тестовой пирамиде вот я не буду исключением не буду как-то противоречить этому правилу давайте немножко поговорим о ней потому что рано или поздно все начинается именно с нее и так почему я говорю о тестовой пирамиде давайте два слова вообще что же это такое в ее основании полагается находится юнит тесты их должно быть больше остальных тестов потому что они самые быстрые они самые дешевые и разрабатываются зачастую на стране наших девелоперов вот во время реализации каких-то приложений дальше идет сервисный слой либо api слой вот он несколько медленнее но все еще достаточно дешев в реализации и достаточно эффективно свои функции выполняет вот на вершине этой пирамиды находятся юлай тесты их должно быть меньше всего потому что они самые медленные они самые дорогие требуют наибольшего внимания поддержки и так далее вот так должно быть на каком-то идеальном проекте но на нашем проекте как уже говорил андрей мы кстати с ним работаем на одном проекте вот что-то пошло не так из-за того что более трех лет назад мы уже пришли к нашему заказчику и там достаточно много уже существовало продуктов приложений и для того чтобы нам каким-то образом с интегрироваться с этими приложениями либо писать новые нам нужно было каким-то образом тестировать нашу работу вот куча лего сикода не содержала юнит тестов которые могли бы помочь протестировать это приложение и именно поэтому мы занимались своего рода реверс инжинирингом пытаясь разобраться как же все работает как же это все протестировать именно поэтому мы пришли к такому решению как написать какое-то количество end to end юальных тестов которые будут тестировать вот эти сценарии с точки зрения пользователя как он видит вот таким образом выглядел бы график по нашим регрессионным тестом если бы мы не были мудрыми и где-то в первой половине этого пути не начали задуматься о скорости исполнения наших тестов вот как бы могла выглядеть картина для одной тысячи юайных авто тестов могло требоваться до 10 часов времени для исполнения только этих тестов что уже говорит там на время на исследование результатов этих тестов и так далее вот как я уже сказал в первой половине пути мы поняли что нас такой результат не устроит и нужно предпринимать какие-то действия для того чтобы ускорять наши тесты и для того чтобы прирост новых тестов он не слишком влиял на скорость выполнения вот о том как этот график изменился в конце я покажу наверное на одном из последних слайдов этой презентации а давайте пока все таки посмотрим какие способы какие методы и подходы мы применили для того чтобы вот эту самую тысячу авто тестов ускорить сегодняшний доклад я хочу построить в таком формате по самого себя с самим собой когда я буду говорить о каждом из подходов я буду рассказывать о его преимуществах его плюсах но и о его недостатках и каких-то ограничениях связанных с использованием этого подхода и так наверное самый популярный самый ну эффективный почему нет способ ускорения автотестов это использование мультипоточного режима вот какие же у нас ожидания от этого режима мы думаем что стройная толпа роботов пойдет в сторону светлого будущего помогая нам всячески в наших повседневных буднях тестировщиков но на самом деле при неграмотном использовании этого этого подхода новички особенно новички часто сталкиваются с некоторыми сложностями вот и картина выглядит примерно так разброд и шатание тех самых роботов которых мы призвали на помощь себе чуть позже разберемся в чем же здесь могут быть нюансы а пока о плюсах этого подхода ну во первых действительно использование мультипоточного режима в несколько раз может ускорить наши тесты с этим никто не спорит это факт также при использовании современных фреймворков для тестирования существует достаточно гибкие интерфейс для управления мультипоточными режимами соответственно их легко настраивать и их ими легко управлять вот здесь вы можете видеть пример механизма который используется в одной из наиболее популярных библиотек для тестирования под java test ng вот с помощью xml файла который конфигурирует ваш тестовый suite можно легко настроить режимы работы параллелизации вот используя атрибуты параллел и средкаунт для указания количества желаемого наших потоков вот как вы видите есть несколько вариантов параллелизации выбирайте пожалуйста тот который подходит именно вам вот но немало также есть и ограничений связанных с использованием этого режима не всегда 10 потоков означает десятикратное увеличение скорости ваших авто тестов опять же все зависит от того насколько вы грамотно настроили ваш тестовый suite и нужно понимать что если у вас мультипоточный режим работает то время исполнения всего тестового suite а будет равняться времени исполнения самого долгого потока если у вас 9 потоков пробежали за 15 минут десятый поток идет час то время исполнения всего suite а у вас будет равняться часу это нужно принимать во внимание конкурентный доступ к тестовым данным также немаловажная вещь тут нужно продумать архитектуру ваших тестов и может такое случится что одновременно запущенные тесты могут начать изменять какие-то сущности ваши тестовые и влиять на результаты друг друга также мы можем столкнуться с ограничением количества инстансов в том случае если мы используем какой-то удаленный сервис для запуска наших тестов такой как слов слабс берет ластик и прочее вот мы столкнулись свое время тоже с таким ограничением когда использовали платформу south labs у нас было лимит на 8 одновременно используемых инстансов вот и работая в команде где автоматизация была поднята на десяти разных для 10 разных продуктов и мультипоточный режим настроен был в 7 плюс потоков такое ограничение серьезно серьезные какие-то проблемы нам создавала при тестировании наших приложений вот вскоре вскоре временем мы перешли на grid lastic там это ограничение было поднято до 100 инстансов что в принципе сейчас вполне удовлетворяет наши потребности также мы можем столкнуться с ограничением производительности той тестовой среды против которой мы исполняем наши тесты опять же приведу пример когда мы запускали наши тесты на одном из environment of заказчика для американского региона они себя при наш environment который мы тестировали он себя прекрасно чувствовал с 12 потоками автотестов которые какое-то тестирование на этом environment и производили вот но как только к нам пришел запрос запустить те же самые тесты на другом environment например в великобритании вот его производительность оказалась несколько ниже соответственно время отклика от environment увеличилась какие-то посыпались ошибки и наши тесты начали падать по тайм-ауту и в общем-то мало пользы такое тестирование приносило поэтому пожалуйста принимайте во внимание этот нюанс тоже ну и из-за того плюса который я уже перечислил ранее за много большого количества разных вариаций параллельных режимов достаточно трудно иногда выбрать тот который подойдет оптимально именно вам поэтому нужно изучать их возможности и пробовать что работает именно для вас идем дальше какие-то общие приконтишены либо какие-то подготовительные шаги каким же образом использование таких штук нам поможет ускорить наши автотесты ну мы можем иметь какой-то подготовительный шаг общие и дальше запустить его а потом проверить несколько тестовых сценариев уже после того как этот приконзишен прошел какой пример здесь можно привести например у нас есть какой-то шаг который покупает какой-то товар в интернет-магазине вот и есть несколько сценариев которые должны проверить что пользователь видит сообщение о том что товар успешно приобретен что товар приобретен с помощью именно того метода оплаты который пожелал использовать пользователь что метод доставки этого товара он соответствует ожидаемому от пользователя вот для того чтобы немножко ускорить эти исполнение этих трех сценариев мы можем один раз купить этот товар вот и дальше вот произвести три таких разных проверки которые вроде бы как между собой не связаны вот нам это помогает уменьшить дубликацию нашего кода вот ну и соответственно его поддержку за счет того что если нам вдруг придется вот этот подготовительный шаг изменять вносить в него какие-то коррективы то нам нужно будет сделать это все одном месте но не без минусов конечно же и применение такого подхода может повлечь за собой падение всех сценариев которые использовали вот этот подготовительный шаг если бы мы использовали три отдельных сценария со своими шагами то в случае если бы упал один по каким-то причинам например связанным с нестабильностью работы environment в данную минуту и секунду с сетевыми какими-то проблемами то был бы шанс что два оставшихся сценария пройдут потому что этот подготовительность он пройдет еще один раз вот но в данном случае все упадет ну и конечно же беспорядок в наших тестовых классах потому что в данном случае нарушается принцип единой ответственности когда должна быть только одна причина для создания тестового класса в данном случае причин несколько и ориентироваться в таких тестовых классах зачастую становится труднее из-за того что они наполнены различной функциональностью возможно зачастую не связаны даже сильно между собой дальше эксплиситные ожидания либо говоря по-русски это явные ожидания вот два слова таких ожиданиях есть эксплиситные и ожидания вот эксплиситные это явные ожидания они выполняются на стороне кода есть имплиситные ожидания неявные они выполняются на стороне браузера вот и сейчас мы поговорим о том какие преимущества есть при использовании именно явных ожиданий ну во-первых наверное многие до большинства автоматизации инженеров начинают свое знакомство с автоматизацией именно селением в драйвера либо каких-то других продуктов селением а и поэтому многие из нас уже знают селением api который разработан для многих платформ языков программирования и поэтому использование вот таких типов ожиданий они она как бы зачастую всем знакомо нету никаких сложностей в их изучении дополнительным вот и при применении дальнейшем вот как я уже сказал такие ожидания выполняются на стороне кода вот поэтому мы можем иметь полный контроль над тем каким образом они исполняются и как долго мы ждем какого-то состояния от элемента такой подход нам помогает упасть быстро что это значит если мы понимаем что какой-то сценарий ожидает что состояние какого-то элемента но не будет таким или не будет другим вот то мы можем с помощью использования одного из перегруженных методов явных ожиданий уменьшить например величину тайм-аута и проверить что быстро проверить что какое-то состояние не достигнуто мы в принципе этого и ожидали и поэтому мы пойдем быстрее гораздо быстрее чем если бы мы использовали какой-то стандартный тайм-аут настроенный с помощью неявных ожиданий ну и опять же большое количество готовых опций для ожидания которые представлены из коробки и так пару слов о минусах этого подхода не всегда ожидаемый вариант результат от того что когда вы смешиваете два типа этих ожиданий вот если вы до сих пор это делаете то как говорится мы идем к вам не следует смешивать явные не явные ожидания почему я объясню на следующем слайде просто запомните что это может привести к непредсказуемым результатом из-за того что много есть вариации таких ожиданий много состояний могут может проверяться для веб-элемента нужно хорошо в них разбираться разбираться и бывает такое что используя какой-то из этих ожиданий мы на самом деле ждем чего-то не того вот мы неверно ожидание используем тратим на это время вот например если перед тем как взять какой-то текст элемента дамы зачем-то ждем пока этот текст этот элемент станет кликабельным вот но на самом деле нам достаточно там допустим подождать пока он просто станет видимым на экране вот ну и ожидание слишком слишком долгое ожидание для каких-то событий которые маловероятны вот то есть если мы используем какой-то стандартный тайм-аут который мы не настраиваем гибко для каждого случая то нам приходится одинаково долго ждать для каких-то событий которые вероятны и которые невероятны вот поэтому если мы наши события с небольшой вероятностью должны какие-то возникнуть то мы можем гибко настраивать эти тайм-ауты и ждать какое-то непродолжительное время для того чтобы удостовериться что то состояние которого мы ожидали она достигнута на экране вы видите фрагмент кода который показывает каким образом реализован метод который представляет из себя одну из вариаций явных ожиданий visibility of элемент located а вот как вы видите его реализация подразумевает вызов так скажем нативного метода веб-драйвере под названием find элемент который в свою очередь под капотом как видно из комментария он подчеркнул красным цветом использует неявное имплисит ожидания вот с какой проблемой вы можете здесь столкнуться создавая экземпляр какого-то лейтера с каким-то предопределенным тайм-аутом например в 10 секунд вы вызываете на этом лейтере метод visibility of элемент и ожидайте что этот метод будет работать 10 секунд он будет ждать пока ваш элемент станет видимым в браузере но на самом деле под капотом вызовется элемент в метод find элемент который будет использовать именно дефолтный имплисит wait time out который может быть задан допустим 60 секунд и по факту ваш метод отработает не 10 секунд как вы ожидали ну а допустим 70 секунд вот поэтому если вы еще не готовы использовать явные ожидания то не нужно их смешивать вместе с неявными ожиданиями выключаете неравные ожидания путем выставления их тайм-аута в ноль вот тогда будет вам счастье идем дальше опять сервисы каким же образом они нам могут помочь ускорить наши тесты ну во первых опиа и уровень он работает намного быстрее чем юай с этим надеюсь никто спорить не станет опять тесты зачастую гораздо стабильнее вот потому что не использует фронт фронт-энд ну и как повелось такие уровни реализации обычно на себя берут как берет команда разработчиков вот разработчики самостоятельно описывают эти сервисы и команда автоматизаторов уже может со спокойной душой их использовать какие же минусы есть у этого подхода ну если команда разработчиков не реализовала эти сервисы нам придется самим это делать вот что может потребовать как каких-то значительных достаточно временных затрат ну и каких-то дополнительных навыков например для того чтобы подключиться к базе данных и поработать с ней нам нужно будет использовать какую-то библиотеку вроде хибернета вот получится работать с запросами базе данных валидировать каким-то образом ответы от базы данных поработать стерилизации десерилизации объектов ну в общем то достаточно такие advanced вещи изучить вот ну и опять уровень он не обнаруживает какие-то ваши его иные дефекты либо баги идем дальше атрибуты элементов атрибут элементов это вот то что вы сейчас видите на своих экранах каждого элемента есть какие-то атрибуты это может быть его айди может быть класс тайп нейм и так далее вот каким же образом эта штука нам помогает использование этой штуки для идентификации наших элементов помогает нам ускорить наши тесты ну в первую очередь использование атрибутов не требует от нас мастерства владения написанием хороших экспас выражение либо css селекторов поиск по атрибутам легко использовать из коробки с помощью все того же селением а пиаре есть достаточно простые говорящие сами за себя методы вот ну и наверное самое главное такой метод поиска элементов в дом модели он работает все же быстрее чем любой даже самым оптимальный экспас либо css здесь вы можете видеть примеры методов селением а пиаре которые помогают работать именно с атрибутами элемента точнее находить по таким атрибутам какие же есть недостатки у этого подхода ну во первых атрибуты элементов а точнее их значения они могут принадлежать не какому-то одному элементу какому-то набору элементов например для того чтобы применить какой-то стиль для группы элементов разработчики часто назначают им какое-то значение класса вот а потом для всех элементов с помощью css применяют какой-то стиль по значению этого класса а вот и поэтому при поиске элементов по такому атрибуту нам может возвращаться ни один а под множество элементов ну тут возникает челлендж каким же образом идентифицировать именно тот который с которым мы собирались работать и взаимодействовать также невозможность использовать оси является на мой взгляд серьезным ограничением такого способа мы не можем подняться вверх к нашим родителям от какого-то в элементы не можем опуститься вниз к его детям не можем ходить влево вправо к братьям и сестрам нередко бывают такие случаи что без использования осей мы просто не имеем других вариантов как найти элемент нужный нам элемент ну и такие локаторы сложно строить динамически в основном значение атрибутов она все-таки имеет какой-то статический контекст эти атрибуты они не генерируются динамически и соответственно в случаях когда нам например нужно провзаимодействовать с каким-то веб элементом который появился вот только-только на юаре после того как мы создали какую-то сущность например мы создали пользователя и мы должны проверить что появилась кнопка с именем этого пользователя вот в таком случае нам придется строить какой-то динамический локатор и искать этот элемент по тексту в случае использования атрибутов элемента мы не сможем так сделать здесь на скриншоте вы видите вырезку из одного из бенчмарков в интернете который показывает насколько быстрее работает чистый нативный метод по поиску элемента по его айди это вторая строчка по отношению к джаваскриптовой команде которая ищет элемент по xpass выражению вот элемент в итоге возвращается один и тот же но как мы видим второй вариант работает в разы намного быстрее да здесь немножко синтетические такие данные там первая строчка выполнялась 4000 раз 2 26 миллионов раз я не думаю что такого уровня ускорения мы получим но по крайней мере это то на чем я думаю стоит подумать давайте перейдем к штукам которые помогут также вам возможно ускорить ваши тесты но которые они вошли там в какие-то из подразделов если вы делаете скриншоты для своих репортов то это конечно хорошо вот но не увлекайтесь не делайте скриншот после каждого экшена вот либо я считаю незачем делать скриншоты для успешно пройденных тестов вот возьмите за правило максимально эффективно использовать этот механизм и снимать скриншоты только когда это действительно необходимо например перед падением от теста не модифицируйте вашего и что здесь значит что это значит в своей лаборатории когда мы обучаем студентов автоматизации тестирования мы затрагиваем такие темы как java script в частности интерфейс java script экзекьютор под веб-драйвер вот и даем нашим студентам всяческие задания по использованию этого интерфейса и в частности каких-то скриптов написанных на языке java script для таких тренировочных целей вот и одна из таких задач это модификация его я например перед тем как провзаимодействовать с каким-то элементом вы можете его подсветить там какие-то границы его обвести можете его раскрасить вот это клево интересно смотрится когда вы проверяете там ваши скриншоты да и вы видите что перед падением был подсвечен была подсвечена какая-то кнопка вот и вы сразу понимаете что что-то не так пошло вот именно с этой кнопкой что-то что-то пошло не так вот и поэтому вы можете быстрее получить какой-то фидбэк вот но не увлекайтесь самом на самом деле в продакшене это не сильно помогает лучше сделать какое-то грамотное лагирование либо запись видеозапись ваших тестов для того чтобы потом провести куда более глубокий анализ уменьшите количество тяжелых вызовов что это значит здесь это относится не только к опиа и слою вашего тестирования но и в принципе если вы используете какие-то целиты либо какие-то хелперы которые ходят в базу данных ходят в какие-то сервисы ходят какие-то сорт party сервис взаимодействует там с какой-то с интегрированной вашей тестовой системы как это например у нас у нас есть интеграция с тест-трейлом вот и результаты исполнения наших тестов мы обычно репортаем в тест-трейл вот что здесь можно оптимизировать ну например какие-то тяжелые вызовы вы можете исполнять не каждый раз не после каждого теста а допустим либо в начале вашего теста васюта либо в конце то есть уменьшите количество этих вызовов и тем самым вы сэкономите себе время замокать можно пакет вызовы то есть если у нас стоит задача протестировать именно фронт-энд и бэк-энд у нас тестируется например каким-то другим условиям опять тестами либо юнит тестами вот в таком случае мы можем использовать всевозможные тулы которые помогут нам замокировать так скажем вот эти ответы от нашего бэк-энда может такое быть что юай уже написан до команды разработки немножко была более слаженной поэтому готовый продукт приготовила раньше вот ну а команда бэк-энда почему-то отстала и поэтому бэк-энд еще не был реализован вот в этом случае мы тоже можем замокать наш бэк-энд используя различные тулы и получить более стабильные и быстрые тесты за счет того что ответ будет формироваться на стороне исполнения тестов вот и тот ответ который вы сами пожелаете если вы используете их спас выражения то старайтесь указывать конкретный элемент который вы ищите нежели скоп скоп для поиска элементов с помощью вот звездочки выражение экспаз будет находить все элементы которые соответствуют значению заданного класса вот но если мы там понимаем что у нас один элемент будет с таким значением и это будет именно див то пожалуйста используйте конкретное название элемента такой поиск работает быстрее организуйте свой тестовый сьют вот об этом я уже тоже говорил очень важно грамотно организовать ваш тестовый сьют если вы имеете параллелизацию то позаботьтесь о том чтобы ваши тесты не мешали друг другу они были хорошо сгруппированы вот по каким-то различным функциональностям для того чтобы оптимизировать скорость работы ваших тестов в параллельном режиме вот обратите внимание на то как устроена ваш сьют а если вы используете в своем тестировании data-driven подход вот то обратите внимание на то чтобы ваши тестовые сценарии они не работали на значениях из одного класса эквивалентности вот проведу простой пример если у нас стоит задача протестировать каким образом себя ведет механизм по предоставлению скидок вот у нас есть какое-то требование что при покупке от 10 от 100 долларов до 200 долларов пользователь получает 10 процентов скидки вот в таком случае имеет смысл прогнать ваш тест на наборе данных для стоимости покупки там 99 долларов 100 долларов 101 доллар 199 долларов 200 долларов ну и 201 доллар и нет смысла там проверять на всех значениях внутри этого промежутка там 110 долларов 120-130 вы просто потратите время вот на самом деле результат скорее всего будет тот же и мы ожидаем что приложение внутри класса эквивалентности будет себя одинаково реагировать вести и реагировать одинаково наши тестовые данные избавьтесь от средств липов очень часто при проведении код-ревью я вижу какие-то маленькие места пускай там даже с комментарием для чего это было добавлено но тем не менее почти в каждом проекте фэмворке с которым мне доводилось поработать я встречал средств ли по убирать их пожалуйста это является антипаттерном старайтесь использовать какие-то явные ожидания вот ну и на на такой такой подход можно использовать только в нескольких случаях например если вам ваши тесты падают либо нестабильно себя ведут и вы добавляете это ожидание проверяете что тесты стали стабильнее это лишь вам должно сказать о том что нужно как-то улучшить именно какое-то явное ожидание подождать какого-то конкретного элемента появления либо его исчезновения вот но либо для каких-то демо целей когда вам нужно замедлить свои тесты вы показываете заказчику например как клево они там что-то делают автоматическом режиме но если они слишком быстро это делают вы можете там поставить эти слипы и немножко добавить добавить визуализации в работу ваших тестов есть такая штука еще как и ритро и аналайзеры вот они помогают перезапустить упавшие тесты но опять же нужно мудро подходить к их использованию если вы понимаете что ваши тесты валидно падают например из-за какого-то продуктового бага то наверное нет смысла там по 10 раз их перезапускать они все 10 раз упадут вот поэтому нужно искать какой-то компромисс улучшите логирование что это означает не нужно логировать все подряд либо по крайней мере если вы хотите достаточно детально логирование иметь своем фреймворке то разносите его по разным уровням вот и в случае запуска ваших тестов где-то на удаленных средах также используйте различные пендеры для различных уровней логирования то есть я бы не советовал вам уровень какой-нибудь трейс либо дебака записывать там файлы на ограниченные файловое пространство удаленные вот первых это отнимается это ограниченное пространство делать его еще меньше файловой системе во вторых это все-таки требует какое-то время там на запись этих логов файловую систему поэтому тоже отнеситесь здесь мудро к логированию ну и есть такие режимы работы браузеров как headless режимы вот которые под капотом реализуют какую-то java скриптовую магию которая помогает без юая работать вам с браузером то есть принципе все те же самые действия которые вы хотели они исполняются но без прорисовки юая и такой режим он достаточно стабилен зачастую даже стабильнее чем классические режимы с юаем но и гораздо быстрее вот этих классических режимов так мы дошли до финала моего доклада и здесь на графике вы видите как же поменялась картина после того как мы проанализировали то каким образом может вырасти наш регрессионный сьют каким образом может увеличиться время его исполнение мы применили те улучшения которых я сегодня рассказал ну и где-то уже с половины наверное вот вот этого роста мы поняли что без этого никуда к чему же мы пришли теперь больше более чем одна тысяча не вайных в авто тестов у нас выполняется практически за два часа вот вы также можете заметить что тенденция на увеличение скорости немножко изменилась теперь время работы авто тестов не так сильно увеличивается с количеством их и мы получили какой-то приемлемый результат и добились именно той цели которую мы преследовали а именно успеть запустить регрессионные тесты за какой-то рабочий день и успеть проанализировать их результат и дать какой-то фидбэк нашему заказчику принципе мы добились к цели мы не стали еще больше заморачиваться еще делать тест еще быстрее нас достаточно принципе уже устраивает и текущий вариант ребят на этом все я также предлагаю вам ознакомиться с некоторыми полезными статьями и с одним видео на youtube которая также возможно полезным для вас вашим челленджи по ускорению не войны авто тестов у меня все большое за внимание и теперь я готов ответить наши вопросы если таковы имеются большое спасибо за интересный доклад есть вопросы сейчас по ним пробежимся начнем с вопроса от игоря целых три вопроса в одном начнем с первого как влияет на скорость прохождения тестов использования облачных тестовых сервисов например таких как соус лапка и пластик про стек спасибо за интересный вопрос на самом деле все зависит от тех самых облачных сервисов но если говорить о том каким образом это влияет на работу наших авто тестов на нашем проекте скажу честно что что на из при использовании соус лапс что при использовании грид ластика я заметил что такие тесты они работают несколько медленней чем например тесты на моей на рабочей машине вот но опять же это зависит от того какая у вас рабочая машина вот зависит от тех ямкостей которые вы приобрели со своей подпиской для вот таких удаленных облачных сервисов но да как правило из того что я замечал тесты несколько и медленнее работают в этих сервисах чем на в наших локальных машинах но зато они там чуть стабильнее как мне показалось то есть если если вы у вас достаточно сильная машина и вам нужно исполнить ваши тесты еще быстрее вот то вы можете воспользоваться вариантом локального запуска автотеста круто спасибо следующий вопрос от игоря что на твой взгляд важнее скорость автотестов или их стабильность клевый вопрос и насущный и мы постоянно сталкиваемся с этой проблемой во время тестирования и нет однозначного ответа кто-то хочет чтобы тесты работали быстрее когда их много потому что хотим получить быстрый фидбэк вот но если мы перебарщиваем с ускорением наших тестов может страдать стабильность этих тестов лично для меня нужно держать какую-то разумную середину но если уже выбирать из этих двух моментов я бы все таки наверно остановил свое предпочтение на стабильность тестов потому что ну да где-то за счет уменьшения какого-то тайм-аута мы чуть быстрее там пройдем нашу регрессию но мы можем получить различные падения которые не будут связаны с актуальной проблемой нашей тестовой среды вот и поэтому я все-таки голосую за стабильность тестов и там 5-10 минут против двух часов я думаю что не сыграет роли но стабильность тестов добавит им надежности и добавит вам какой-то уверенности ваших тестов круто большое спасибо за ответ последний вопрос от игоря как понять что уже пора скорее тесты ну обычно обычно такой запрос приходит от заказчика когда он понимает что в наш обычный рабочий день мы не укладываемся как я уже сказал вот в этот флоу когда ты записал написал новый автотест добавил его всю запустила весь ют провел какую-то инвестигацию результатов автотестов вот и дал какой-то фидбэк если мы понимаем что вот этот процесс он затягивается именно на стадии исполнения тестов например вот эта стадия на самая долгая во всем этом процессе то я бы наверно начал думать в сторону ускорения ваших тестов вот но опять же имеет значение каком скопе тестов мы говорим если мы говорим о регрессионных тестов которые не так часто запускаются например мы можем запустить перед каким-то мажорным релизом либо раз в неделю если там у нас релиза не так часто происходит то здесь мне кажется уже не сыграет роли там ваш ваши тесты пройдут на полчаса больше либо на полчаса меньше но если мы говорим о тестировании смог вот и если мы говорим о автотестах которые с интегрированы с континью с интегрэйшн с континью с deployment delivery процессами то зачастую скорость таких авто тестов она играет большое значение и если вот ваш авто тест является частью пайплайна с которым работают все и команда бизнес анализа команда тестирования разработки то я думаю что вот скорость работы таких авто тестов играет роль и там плюс-минус минута даже наверное может серьезно повлиять на результат на получение быстрого фидбэка круто спасибо следующий вопрос от бориса допустим есть задача настроить на проекте его и тесты можете рекомендовать набор тулов сервисов которые могут при этом пригодится будет интересно услышать как про фреймворки тестирования таки прогреты для поднятия в первую очередь все наверно зависит от того на какой вы проект заходите если уже какая-то инфраструктура поднятая либо вам нужно начинать все с нуля давайте предположим что мы начинаем все с нуля и тут опять же много вариантов есть есть ту и бесплатные есть стол и платные которые предлагают более интересные сладкий вкусный функционал вот но если мы говорим о каком-то де-факто стандарте до который используется обычно автоматизации кстати эти тренды сейчас меняются и и наверное я я не буду говорить там за весь и по за всю компетенцию но я все-таки если бы начинал все с нуля я наверное попробовал бы использовать какие-то готовые коробочные решения вот которые помогут быстро стартануть с юай автоматизации коих сейчас достаточно много на рынке вот потому что опять же многое зависит от того как долго будет длиться ваш проект если вам нужно там в течение полугода протестировать какой-то короткий проект и небольшой функционал то нет смысла вкладывать много сил в реализацию своих собственных велосипедов написания фреймворков в там в течение нескольких месяцев поддержки этих фреймворков я думаю что можно использовать какие-то готовые решения какие-то возможно кодлась решения которые не потребуют там от вас серьезных глубоких навыков программирования тот же инструмент который активно развивается в плане то в виду сабот который помогает производить тестирование на нескольких уровнях вот но если мы говорим каких-то классических тулах то но я наверное ничего но нового интересного не скажу если назову усилению вот если назову тест инжи в качестве каких-то облачных сервисов пускай это будет перед ластик если вы имеете достаточно скиллов то вы можете поднять селением горит на своей стороне это вам ничего не будет стоить вот но всегда нужно смотреть на на те обстоятельства которые окружают ваш проект и уже отталкиваться от них круто спасибо за ответ есть еще интересный вопрос продать стол как ускорить тесты доступных как проектах например автокад и подобные которые зависят от железа без серьезных вложений в грейд компьютеров и установок дорогих серверов спасибо за вопрос сразу скажу что я небольшой эксперт в десктоп на именно автоматизации вот но тем не менее у нас есть такая автоматизация на проекте вот и ребята с ней работают каким образом мы ускоряем наши десктопные тесты опять же за счет использования многопоточного режима здесь уже наверно не так все будет просто как с выбиваем там вам нужно будет поднимать отдельную виртуальную например машину для каждого потока потому что внутри одного сеанса несколько десктопных фреймворков приложений не могут быть тестированы одним фреймворком вот ну наверное я бы обратил внимание на тот инструмент которым вы пользуетесь опять же на нашем проекте мы переходили от тест стеклайт инструмент которые инструмента который перестал уже поддерживаться какое-то время развиваться достаточно медленно работал мы перешли на более интересный и современный инструмент fly вот который за счет своих более оптимальных алгоритмов поиска элементов помог нам значительно ускорить работу наших десктопных тестов там ну наверное чуть ли не в два раза если мы не говорим о улучшениях там с точки зрения мультипоточного режима вот за счет вот именно вот этих оптимальных путей алгоритмов и стратегий по поиску элементов ваших windows приложениях допустим поэтому используйте используйте тулы которые поддерживаются которые развиваются которые помогут вам предоставить различные варианты по тестированию вашего приложения и спасибо за ответ рассматривали плюсы минусы миграции населением 4 теперь новый динамический доступ к элементам нет скажу честно пока не рассматривали мы рассматривали немножко в другом контексте миграцию населением 4 сейчас мы на третьем нас интересовала такая возможность его как проксирование запросов которые происходят в браузере для того чтобы можно было анализировать какие-то падения собирать аналитику и все вот эти сетевые активности это нам позволяет делать текущий инструмент соус лапс но он достаточно дорогой поэтому мы рассматривали вариант как от него уйти и вот перейти именно к селениум 4 из-за вот вот этой фичи но то о чем вы спросили к сожалению мы пока не рассматривали наверное будет более детальной информацией вам не смогу дать и последний вопрос какое у вас мнение новым фреймворк от microsoft а play и вид до продолжения попить его стоит ли новый проект начинать автоматизировать этом решении наверное я тоже вам здесь не прокомментирую потому что те инструменты которые мы используем на своем проекте для десктопной автоматизации и для web автоматизации я уже назвал вот тот который вы упомянули я к сожалению на с ним близко не знаком вот но хотел бы познакомиться в будущем спасибо за вопрос окей вопросы у нас закончились поэтому предлагаю выбрать лучший вопрос так ну мне понравился вопрос по моему он был 4 если я не ошибаюсь где не можешь напомнить чем был так 4 4 сейчас первый вопрос вопрос был про задачу с настройкой тестов про какие-то использовать третий вопрос был про до 100 проекты про ускорение автоматизации 4 вопрос был про миграцию населением 4 окей давайте тогда дадим приза вопросу про тулы вот он наверно был второй после группы вопросов из трех наиболее актуальной сегодняшней теме тогда я хотела бросить бориса реплаем на свой вопрос отправить свой email поэтому мы с вами свяжемся и договоримся о передаче подарочка вот ну я напоминаю что если на ваш вопрос не ответили либо если у вас появится еще когда-то парни вопрос можно задать его на странице доклада на комитете а также на этой странице можно будет оценить доклад не забудете сделать ну и на этом наша кухня сегодня закрывается приходите к нам завтра но далеко не убегайте этих он сегодня еще продолжается поэтому приглашаю всех на кино стрим где нам расскажут о навыках как универсальной современной валюте сколько можно будет найти также в секции и на этом мы с вами отклонимся и всем до завтра одесс всем спасибо ребята удачи будьте здоровы